Пасха Пасха Итак, ад — это ужасное место, и вам не стоит попадать туда. Поэтому Господь Иисус пришел в мир, чтобы спасти нас от вечного наказания в аду. Единственный способ, как Он мог это сделать, — умереть вместо нас. Хотя смерти заслуживали именно мы. Казнь Иисуса была весьма и весьма бесчеловечной. Однако посреди этого болезненного процесса, о котором мы сегодня и поговорим, хотя Господь Иисус перенес ужасные мучения, тем самым Он преподал нам урок, что мы можем жить, угождая Богу. Процесс смерти Господа Иисуса начался в Гефсиманском саду. В тот момент Господь Иисус боялся такой ужасной смерти. Его подкапал на землю каплями крови. И мы не должны забывать, что Он был не только на сто процентов Богом, но и на сто процентов человеком, таким же, как и мы. Это означает, что Господь Иисус мог испытывать ужасный страх. Но Он победил в этом сражении. В сражении против страха. Если кто-то из вас во время пандемии испытывает страх, то придите к Господу Иисусу и попросите Его освободить вас от страха. Во время пандемии были случаи, когда люди умирали от страха, а не от самого ковида. Это именно то, чего хочет дьявол. Я хочу напомнить вам, что наша жизнь и смерть в руках Господа Бога, а не в руках ковида или экономического кризиса. Поэтому я хочу еще раз обратиться к тем, кто испытывает страх. Придите к Господу Иисусу Христу и скажите Ему, «Господь мой Иисус, я прошу Тебя, помоги мне, избавь меня от этого страха». Он панический, Его природа в демоническом проявлении, поэтому я отказываюсь бояться Господь, конечно же, хочет и поможет вам. Он хочет и может помогать всем нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Гефсиманском саду Господь Иисус молился к Отцу. «Отец мой, если это возможно, пусть минует меня эта чаша, но пусть сбудется не то, что я хочу, а то, чего ты желаешь». Трижды Господь Иисус молился так, но Отец не ответил. Он знал, что Отец не ответит на эту молитву. Здесь Господь Иисус учит нас тому, что мы можем о чем-то долго молить Бога, мы даже можем торговаться, но в конце нам все же придется сказать, «Да будет воля Твоя, а не моя». Это означает, что мы не должны навязывать Богу свою волю. Иногда люди молятся так. «Я верю, что Бог ответит на эту молитву». Вопрос в том, как мы должны молиться. А мы должны молиться только о своих желаниях и навязывать их Богу. Так или нет? Или же мы должны молиться на основании веры с горчичное зерно. Вера в то, что говорит Его Слово. Конечно же, второй вариант. Просто вверьте, что какой бы ответ ни дал вам Бог, он будет самым лучшим. В послании к римлянам 8 главе 28 стихе сказано, «Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его, и кого Он призвал по Своему замыслу». А Исаия 55 глава 8-9 стихи провозглашает, «Мои мысли не ваши мысли, а пути ваши не мои пути, возвещает Господь. Как небо выше земли, так мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей». Хочу еще раз сказать. Просто верьте, что Господь Иисус дает лучшее тем, кто любит Его. После этой молитвы в Гефсиманском саду Иисуса арестовали, а затем Его привели к первосвященнику Каиафе. Там собрались все книжники, старейшины и фарисеи. Там Иисуса обвинили в различных преступлениях. На Него плевали. Били по лицу и по телу. Он не бил их в ответ. Здесь Иисус на практике показывает то, чему Он учил. «Молитесь за тех, кто вас ненавидит, проклинает и насмехается над вами». Господь Иисус говорил, «Если мы любим только тех, кто любит нас, то мы ничем не отличаемся от грешников, потому что они тоже любят тех, кто любит их». А еще Он учил о прощении. Он не только говорил, но и практиковал это в своей жизни. Когда Господь Иисус был на кресте, Он сказал такие слова, «Отец, прости их, потому что они не знают, что делают». Может, кто-то из вас болен? Или у вас какие-то повторяющиеся проблемы? Когда наше сердце загрязнено, мы не можем прощать. Мы не можем прощать тех, кто плохо поступил с нами. Библия говорит, чтобы мы усердно хранили свое сердце, потому что из него выходят источники жизни. Когда Господь Иисус был на суде у Пилата, евреи кричали, «Распни, распни его!» В конце концов было принято решение распять его. И вот первый шаг к распятию. С Иисуса сняли одежду. Затем его руки привязали к деревянному столбу. Два палача держали в руках плети и по очереди наносили удары Иисусу. Кончики плети были сделаны из осколков костей и железа. Плеть много раз вонзалась в тело Иисуса, нанося ему при этом глубокие раны. Иисус кричал от боли. Все его тело было покрыто кровью. Иисус буквально купался в крови. После этого Иисусу дали терновый венец и положили его ему на голову. И снова невыносимая боли кровь. Затем Иисуса заставили нести тяжеленный крест, но из-за нанесенных ему ран он постоянно падал. Он истекал кровью. А затем ноги и руки Иисуса были прибиты ко кресту. Боль при этом была невыносимой. Лилась кровь. На кресте Иисус страдал и телесно, и эмоционально. Он чувствовал боль по всему телу. Текла кровь. Было тяжело дышать. Жидкость начала наполнять его легкие и давить на сердце. А все люди, проходившие мимо, священники, фарисеи и старейшины, оскорбляли Иисуса. И даже преступник, висевший рядом с ним, оскорблял его. Я думаю, что тяжелее всего было Иисусу, когда он почувствовал, что Отец оставил его. В полдень Голгофу окутала тьма. И она продолжалась до трех часов дня. Господь Иисус закричал громким голосом, «Боже мой! Боже мой! Почему ты меня оставил? Эли, Эли, Лемаса Вахтане!» Господь Иисус пережил разделение с Отцом ради грешников, которые изначально были отделены от Отца. Для меня лично те моменты, когда я не чувствую Бога рядом с собой в своей жизни, кажутся самыми сложными. Я сразу начинаю исследовать свое сердце, а затем просить у Отца прощения, если нахожу какой-то грех. И все это для того, чтобы снова почувствовать Бога. С вами так же происходит. Если вы не ощущаете Бога рядом в своей жизни и думаете, что это нормально, вам нужно покаяться. А после этого Господь Иисус сказал, «Совершилось! Отец Мой, в руки Твои отдаю Дух Мой!» Затем Он испустил Свой Дух. Вопрос. Почему Иисус Христос умер именно так? Почему Иисус Христос должен был умываться Своей кровью? Библия говорит, что без пролития крови нет прощения. Ради прощения ваших грехов, ваших и моих, Иисус должен был умереть именно так. А что еще Библия говорит о смерти Иисуса? Во-первых, Он забрал наши болезни. Далее, во-вторых, Он понес нашу боль. И в-третьих, Его ранами мы исцелились. Запомните, ранами Его мы исцелились. Как благ наш Господь Иисус, и как удивительно Его любовь ко всем нам. Давайте поднимем руки и скажем, «Господь, мы любим Тебя и благодарим Тебя». Иисус, Иисус, Као Брати Магику. Иисус, Иисус, Као Сыганя Магику. Давайте скажем вместе, «Господь Иисус, Ты так благ, Ты так благ ко Мне». Положите руку на сердце и скажите, «Ко Мне, Господи, Ко Мне Ты добр». Почувствуйте любовь Иисуса. Почувствуйте Его любовь. Отец, Ты видишь Своих детей. Они положили руку на сердце. Ты видишь их. Смилуйся над ними. Отец, у них много проблем, особенно во время пандемии. Господь, они испытывают различные трудности, но сегодня Ты поможешь им в их нужде. «О наш Господь, Ты обязательно даруешь им выход, и они доверяют Тебе». Спасибо, наш драгоценный Отец. Спасибо, Авва Отче, за Твою милость и Твою благость, которая будет сопровождать нас во все дни наши. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, 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 Каме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok